Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня 14 февраля, и я хочу и спешу поздравить с праздником тех, кто всё-таки его отмечает. Понятное дело, что я не отмечаю, я уже говорила об этом в прошлом видео, вот, которое я надеюсь, что вы посмотрели. Вот, что мне ещё хотелось вам рассказать. Будьте всегда счастливы, несмотря на то, что этот праздник какой-то несколько странный, мы тоже об этом говорили в прошлый раз, но сегодня я хочу просто рассказать вам одну историю. Сразу скажу, что видео это будет не длинное, вот, но сегодня я просто хочу рассказать вам одну историю, которая приключилась со мной в школе, в общем, именно на 14 февраля. Итак, это был мой 9 класс, причём один из любимых годов в моей жизни, который был в школе, но это был 9 класс. И там был один мальчик, которому я очень сильно нравилась, просто очень сильно. И поскольку я очень сильно увлекалась биологией, мне очень нравилось всё, что с этим связано, и, ну, я получала какой-то некий кайф от этого, что ли, именно от урока биологии, тем более, что в дальнейшем я уже поступила на... У нас была... Короче говоря, не поступила, но у нас был отдельный класс с биологическим уклоном, где в 10 классе я уже училась. Ну, так вот, 14 февраля мы, как бы, готовились к этому неделю, мы за неделю собирали валентинки, складывали специальную коробочку, вот, ну, это как обычная процедура, я думаю, вы все это прекрасно знаете, особенно те, кто сейчас учится в школах. Я в этот год получила очень такую необычную валентинку, как, скажем, необычную, ну, без всяких там сердечек, без надписей на сердечках там, всё, как это обычно бывает, ну, знаете, что я буду рассказывать сейчас, вот. И просто на таком клочке бумаги мальчик мне написал, типа, приходив в кабинет биологии после второго урока, ну, тогда, когда длинная перемена, там, сколько она там, минут 15, что ли, или 20, по-моему, 20, вот. И, типа, говорит, у тебя там для тебя в такой-то коморке, в таком-то шкафу на такой-то полке стоит специально для тебя моя валентинка, я думаю, что она тебе понравится. То есть, представляете, это не просто даже поздравление там с 14 февраля, а это ещё и целая валентинка. Представляете, это не только поздравление с 14 февраля, но и целый какой-то подарок, то есть, для меня это было странно, получить в школе подарок. Проходит второй урок, и я прихожу в кабинет биологии, как и было указано на этом клочке бумаги. После чего ищу-ищу-ищу это место. Со мной ещё была моя школьная подруга, она тоже очень сильно удивлялась, такая, типа, что за фигня, типа, почему у меня нет такого, у тебя есть такое? Вот. И я, значит, открываю этот шкаф, и там, что там было? Там стояло шампанское, что для ученика, как бы, 9 класс, очень-очень странно. Там была ещё коробка конфет, и так как я очень сильно люблю биологию, ну, любила тогда, так скажем, вот, находился такой презент, как бы так вам помягче сказать. Ну, биологи поймут, и те, кто, кому нравится анатомия, там, и те, кто хотят стать врачами, видимо, очевидно, что я думала, что Женя, его звали Женя, подумала, что я буду врачом. Ну, кроме просмотра сериала на анатомию страсти и Доктор Кто, и... Забыла. И Доктор Хаус, ну, все эти сериалы, которые я смотрю, смотрела, какие-то просмотрела, вот, там была такая колба с лягушкой в разрезе, и с подписью, я знаю, что ты любишь биологию. Соответственно, лягушка в разрезе была настоящая, мне просто было интересно, откуда мальчик ее достал, там все подписывалось, там, соответственно, где почки, где сердце, там, ну, знаете, вот в лаборатских школах при кабинете биологии они все-таки есть, там, колба с различными всякими животными, там, ну, в продвинутых классах, соответственно, такой, и мальчик мне, причем взял не из школы, не украл там откуда-то, он где-то принес, видимо, может, где-то продавалось, или еще что-то, но это было очень необычно, серьезно. Об этом случае в школе никто не знает, потому что все это делалось тайком, я никому не рассказывала, конечно, колбу я забрала, и единственное, что потом эту колбу я подарила другому человеку, я знаю, что подарки нехорошо передаривать, но меня очень сильно просила девочка забрать эту колбу, а я в этот момент переезжала, и мне просто нужно было ее отдать, потому что, ну, в принципе, мне это без надобности, вот, но я, в принципе, я угадала, кто это мне подарил, я угадала мальчика, кто это сделал, но это был самый оригинальный, самый безумный и самый какой-то такой трешовый подарок на 14 февраля, больше таких подарков у меня как бы не было в жизни, и, в принципе, вот это вот в Нафталине, да, если я не ошибаюсь, вот эти вот все животные, которые там хранятся, ну, как в Кунсткамере в Санкт-Петербурге, ну, это было круто, серьезно, вот, я до сих пор вспоминаю, и, в принципе, я даже для этого записала целое отдельное видео, чтобы рассказать его вам, и, ну, это не означает то, что нужно бежать, и, там, брать откуда-то эти колбы с животными в разрезе, это, конечно, жесть, ну, такого не делайте ни в коем случае, но просто, как факт, наверное, о самом безумном 14 февраля, которое было в моей жизни. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, всегда ваша огромная Наташа, скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok